В этом выпуске я расскажу о пяти самых элитных спецподразделениях Казахстана. Погнали! Пятое место. Арестан. Спецназ органов национальной безопасности Арестан это фактически главный спецназ страны. Он был создан еще в советские времена как спецподразделение органов безопасности. В 1993-м включен в состав КНБ Казахстана и переименован в службу Арестан. Первая боевая и успешная операция была проведена уже в 1992-м году, когда шестеро рецидивистов в вагоне поезда, захватив оружие и боеприпасы у охранников, вырвались на свободу. Помимо основной задачи – борьбы с террористами, к функциям Арестана постепенно добавились захват особо опасных преступников, пресечение действий контрабандистов и торговцев оружием, а также поиск и обезвреживание взрывных устройств. Ныне специальная подготовка Арестана базируется уже не только на советском опыте. Сотрудники спецподразделения проходили стажировки и подготовку на базе российского ФСБ, а также американских ЦРУ и ФБР, израильской ЯМАМ, английской САС и немецкой ГСГ-9. Каждый год бойцы подразделения сдают квалификационный экзамен. Арестан базируется в городах республиканского значения, в Нурсултане и Алмате, а также на Каспии в городе Актау в целях обеспечения безопасности на нефтедобывающих промыслах. В составе Каспийской группы есть подразделения боевых пловцов. Также в составе Арестана имеется собственное саперное подразделение. В последние годы спецназ органов безопасности регулярно привлекается к задержанию членов террористических и экстремистских организаций по всей стране. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ОРЛАН Создание этого подразделения специального назначения при Министерстве внутренних дел в конце 90-х стало единственным возможным ответом на вызовы того времени. Криминальные группировки пытались поделить республику на зоны влияния. Однако долгое время инструментов активного противодействия преступному миру в арсенале правоохранителей было мало. В 1998 году после нескольких месяцев интенсивной подготовки и поисков лучших из лучших, по всей республике на боевое дежурство заступили первые бойцы нового подразделения, специального назначения ОРЛАН. Отряды полицейского спецназа сегодня насчитывают около 500 бойцов и расположены они в Астане, Алматы и во всех областных центрах Казахстана. Согласно официальным документам, данное подразделение МВД предназначено для обеспечения поддержки проводимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, задержания вооруженных преступников, террористических групп и освобождения заложников. Кроме того, именно бойцы спецназа ОРЛАН обеспечивают безопасность глав государств и официальных лиц во время их визитов в казахскую столицу. Сегодня бойцы ОРЛАНа входят в элиту казахских отрядов особого назначения. Они самые востребованные специалисты такого профиля. Только за последние 10 лет в их активе 11 тысяч проведенных операций, сотни спасенных и 11 тысяч задержанных. ТРЕТЬЕ МЕСТО СУНКАР Отряд специального назначения СУНКАР был создан в 1998 году. Находится в непосредственном подчинении Министерства внутренних дел. Главная задача этого элитного спецназа – борьба с терроризмом, освобождение заложников, обезвреживание бандформирований и преступных группировок на территории Казахстана, обеспечение охраны глав иностранных государств во время официальных визитов. В 2003 году на коллегии МВД Казахстана было решено использовать СУНКАР исключительно для выполнения наиболее сложных и рискованных заданий, которые могут повлечь значительные потери личного состава и жертвы среди мирного населения, в отличие от подразделения Орлан, которое предназначается для повседневной работы. Штаб-квартира находится в городе Алматы. Имеются пять региональных подразделений по всему Казахстану. Одними из главных требований к желающим поступить в СУНКАР являются рост не ниже 175 сантиметров, возраст не более 25 лет. Хотя в другие подразделения МВД принимаются граждане до 32 лет. Дело в том, что за всю историю существования отряда спецназа никто старше 25 лет сдать нормативы по физической подготовке не смог. Система подготовки во многом похожа на российские подразделения спецназа внутренних войск ВИТИСЬ, вплоть до экзаменов на получение краповых беретов. Структурно подразделение представляет собой роту специального назначения общей численностью более 100 человек. Второе место! Подразделение Беркут Национальной гвардии Казахстана Национальная гвардия Республики Казахстан была создана в 2014 году. Это формирование войск, которое имеет правоохранительные функции внутри государства. Входит в систему внутренних дел и необходимо как для безопасности отдельных граждан, так и общества и государства в целом. Подразделение специального назначения Беркут было сформировано еще в начале 2000-х годов в составе тогда еще внутренних войск Казахстана. Сегодня этот спецназ представляет из себя боеспособное подразделение с местами дислокации во всех крупных городах Казахстана. Благодаря наличию техники и авиации спецназ Нацгвардии отличается мобильностью и нередко принимает участие в антитеррористических и специальных операциях в разных уголках страны. Беркут пребывает в постоянной боевой готовности для пресечения любых внутренних конфликтов, в том числе с применением оружия. Располагается штаб-квартира Национальной гвардии в столице страны, городе Нур-Султан. Оперативные части совместно с органами внутренних дел обеспечивают общественный порядок в 19 городах страны. Также стоит отметить, что Беркут входит в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Особые требования предъявляются к физической подготовке, наличию волевых и бойцовских качеств. Неизменным условием остается умение ориентироваться в экстремальных ситуациях и наличие очень крепкой нервной системы, позволяющей в любой ситуации держать себя в руках. Естественно, что предпочтение отдается юношам, имеющим высшее образование. Отслужившим срочную службу в рядах Национальной гвардии и других силовых ведомствах. Основные задачи подразделения заключаются в участии совместно с органами внутренних дел в операциях по обезвреживанию особо опасных преступников, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и пресечении диверсий на особо важных государственных и стратегических объектах, пресечении массовых беспорядков и выполнении отдельных задач в военное время. И, наконец, первое место! Аэромобильные войска Казахстана Десантно-штурмовые войска — это род войск, входящий в состав сухопутных сил Казахстана, были сформированы в 2000 году на базе 35-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Первые годы становления воздушно-десантных войск Казахстана из-за недофинансирования проходили очень нелегко. Если на заре становления в аэромобильных войсках насчитывалась лишь одна бригада, то к 2015 году их число возросло до 12. На вооружении десантников появлялись новые образцы вооружения. Развитие и дальнейшее укрепление международного сотрудничества десантников с зарубежными коллегами привело к тому, что о казахской армии узнали во всех частях света. Именно на базе Алматинской и Капшагайской десантных бригад был создан знаменитый Казбат. Это миротворческий батальон, подготовленный по всем стандартам НАТО и работающий в Ираке с 2003 по 2008 год. Большую помощь в вопросах совершенствования боевой подготовки казахским десантникам оказывают и российские коллеги, которые имеют опыт службы в реальных боевых условиях в Сирии. Управление аэромобильными силами расположено в городе Алматы. Их общая численность составляет около 6000 человек. Десантники в Казахстане рассматриваются как резерв Верховного Главнокомандующего, предназначающийся для оперативного реагирования на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки, а также усилении войсковых группировок. В последние годы аэромобильные войска Казахстана хорошо развиваются, при этом непосредственного боевого опыта они не имеют. Правда, в составе ВДВ продолжают службу определенное количество офицеров, принимавших участие в коллективной миротворческой миссии в Таджикистане. В настоящее время без участия десантников не обходится ни одно крупномасштабное международное учение, которое проводится в рамках СНГ по линии ОДКБ и ШОС. Первое. Обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Второе. Вступай в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под видео. И, наконец, третье. Не забывай, что новые выпуски выходят 5, 10, 15, 20, 25 и 30 числа каждого месяца. Ну а с вами был Hardaster. Всем мира и процветания!